Всем привет! И что мы сегодня будем с вами делать? В первую очередь будем смотреть, что происходит на рынке, что с биткоином, куда он пойдет дальше, что с ним сейчас происходит и все прочее. Прочее интересное, которое поможет нам с вами зарабатывать деньги и понять, что вообще сейчас происходит и как обстоят дела. Начнем с вот такой вот, с вот такого прекрасного поста на телеграм-канале CoinPost. Вот тут пишут. Еще одного быстрого восстановления по биткоину не случилось. Налицо у нас нисходящий тренд, что в принципе вот, пожалуйста, я его вам рисовал уже давно. Этот нисходящий тренд, он у нас происходит еще с падения, с 65 тысяч, вот как мы вышли, и потом вниз. И по сей день мы находимся в нисходящем тренде. А альткоины истекают кровью. Это на самом деле тоже абсолютный факт, потому что зайти сейчас на, ну куда угодно, на любой альткоин. Ну, например, давайте возьмем с вами Фил. Ну, Фил есть такой альткоин прекрасный, он у меня есть. Нет, не пишу. Есть у меня такой альткоин, как Фил. И я вам хочу сказать, что он упал очень-очень даже сильно. Ну вот, пожалуйста, пожалуйста. Это я, например, взял просто первое, что пришло в голову, со своих хаев он упал сейчас на 77%. Очень-очень сильно. Я его покупал примерно где-то тут, наверное, да, где у меня нарисовано. И сейчас он упал аж вот так вот на очень много процентов. Сказать честно, он даже чуть-чуть, вот видите, как биток пошел вверх, он восстановился. Но нет, сейчас опять падает. Ладно. То есть альткоины все истекают кровью, это факт. Фактически все альткоины сейчас падают, падают, падают и падают. Вчера на ютубе еще до начала обвала изучили следующий прогноз. Наиболее мягкий сценарий подразумевает боковик биткоина с высокой волатильностью, в результате которого люди будут все больше скидывать альткоины. Продолжаться подобное безобразие может от недели до двух, а биткоин под шумок будет снова сходить, может снова сходить на 35 тысяч долларов. То есть тут вот данный пост нам говорит о том, что самый такой, наверное, адекватный сценарий для биткоина в данном случае, это сходить в боковичок, да. То есть мы находимся сейчас вот здесь вот, если брать рисовать, то примерно как-то, да, вот таким вот образом на протяжении нескольких недель он может походить, а потом тоже сходить опять на 35, на 35 тысяч и уже отскочить и пойти вверх. Я, ну, понятно, не таким образом, а может вот таким вот образом и пойти вверх. Что, я думаю, насколько этот сценарий правдоподобен? Я думаю, что вполне себе, вполне себе, потому что многие все еще говорят, что бычий рынок не закончен, медвежий рынок не начался, и мы вполне с вами можем к осени сходить на 100 тысяч долларов. Потому что даже, я наверняка, вы слышали про вот эту новость, там, где аноним предсказал, что там биток упадет. И второе предсказание этого анонима было то, что он еще может сходить после падения до 30, он может еще позже сходить на 25. Я не отрицаю тот факт, что он реально может сейчас сходить на 25 тысяч, потому что, а почему нет? А почему нет, он не может сходить на 25 тысяч. Вот, мы находились с вами в самое плохое время на 30. На 25 тысяч он тоже может сходить вполне себе. Конечно, он быстро отскочит примерно на 10 тысяч назад вперед, то есть на 35, я думаю, сразу же, ну очень быстро. Но на 25 тысяч может сходить, а потом же предсказание этого анонима доключалось в том, что сначала 30, потом 25, и потом уже мы вполне вероятно идем на 100 тысяч долларов. Вот, это вот, что касается этого поста, то есть нисходящий тренд. Вот, пожалуйста. Мы пытаемся пробить его, да. Даже сейчас не пытаемся, конечно, но все, идем вниз. Что это нам говорит? Что сейчас лучше не заходить в сделки по фьючерсам, потому что рынок очень-очень волатильный, рынок очень-очень опасный. И он может сходить как и вниз, так и вверх. То есть вы сами понимаете. Потому что вот тут же пишут, доля биткоина на рынке уже 45%. Но с учетом нового китайского вот этого закона, логично, что она скорректирует этот прогноз, и ждать глубокой просадки можно аж до 30 тысяч. То есть какой вывод мы можем из этого всего сделать? Такой, что первое, первое, мы не заходим в фьючерсы. Не заходим в фьючерсы. Второе, те позиции, которые у нас на споте, при падении мы докупаем. Ну, если есть, конечно, деньги. Докупаем. И третье, это ждем. Ни в коем случае не продавайте ваши позиции, ваши монеты в минус. Не продавайте. Ну, то есть это самое плохое, это самое худшее, что можно сделать, это продать монеты в минус. Особенно в такой огромный минус, который есть сейчас на рынке. Не делайте это, потому что это будет очень большая ошибка для вас. Особенно будет больно, когда вы сейчас продадите типа по 36, типа чтобы он не упал аж до 20, да, будете бояться. А он потом сходит на 100 тысяч, да, или хотя бы на 50. Поэтому ни в коем случае не продавайте. Хорошо было бы, если бы докупали и не входите на фьючерсы, ну, потому что лишитесь своих депозитов. Это были мои лично такие не финансовые советы, а просто вот как я лично действую по, ну, в данной ситуации на данном рынке. Я действую именно вот так вот. Вот такой вот был мой утренний прогноз, да, по биткоину. Думаю, что пока будем заканчивать. Особенно в сделки я по сей день входить не буду. Какие-то там ни по альте, ни почему. Держу то, что у меня уже есть. Ну и все, в общем-то. И жду, жду лучших времен по битку. Обязательно, конечно. Если будем падать еще, я не знаю, может быть, буду докупать. Скорее всего, буду что-то докупать. Не все, конечно же, но что-то буду докупать. Это если мы сходим еще раз, наверное, на 1030. Да, потому что я вот, допустим, напоследок покажу. Я по Солане поставил на покупку по 30 тысяч. То есть, если мы сходим по Солане на 30 тысяч, я куплю ее по 30 тысяч. Мы уже ходили, как вы видите, вот, когда первый раз падали, уже ходили. Аж ходили на 26, но я ее проспал, это падение. Поэтому сейчас вполне себе, если мы сходим еще раз, то я куплю по 30. Если нет, ну, значит, нет. Просто на всякий случай он сказал, что тоже надо докупать, и все будет у вас хорошо. Просто не паникуйте, не продавайте. Занимайтесь своими делами, а рынок будет жить своей жизнью. Главное, просто контролируйте его время от времени, и все будет в порядке. Ну, а на этом все, с вами был Кодал. До скорых встреч, скоро еще много крутых видосов. Если понравилось, подписывайся. Ну, а на этом все, спасибо за просмотр и пока. Субтитры сделал DimaTorzok